Встреча с Михайловского ГОК Встреча с Михайловского железорудного месторождения Не меньше впечатлил гостей гараж большегрузных самосвалов Каждый стремился сделать фото на фоне могучего 180-тонного катерпиллера Впервые на подобном предприятии и вообще как бы и карьер, и вот подобные машины, и объемы, и само производство приходилось видеть только в кинофильмах И какие-то картинки с детства рисовались совершенно огромные, но что это выглядит так, я не мог себе даже представить Конечно, поражен, конечно, восхищен, восхищен техникой, восхищен объемами А самое главное, восхищен замечательными людьми, которые работают на комбинате и которые живут в Курской области, в частности, в городе Железногорск Следующая остановка участников автопробега Росгвардии – мемориальный комплекс «Большой дуб» в Железногорском районе Здесь в октябре 43-го оккупанты заживо сожгли 44 жителя деревни, среди которых были дети В память о жертвах фашизма гости возложили цветы к вечному огню Среди участников автопробега много боевых офицеров отставки Они часто проводят уроки мужества в школах по всей стране Рассказ о «Большом дубе», по их словам, станет очередным напоминанием, какую цену наш народ заплатил за победу Сердце подсказало. Вот захотелось нам каким-то образом отметить 9 мая, послечаться с ветеранами, послечаться с гражданами Поклониться памятникам, поклониться до земли тем, кто отдал свои жизни Ведь, по сути, маршрут нашего пробега не такой уж и большой, но всего там тысяча с чем-то километров в две стороны По масштабам великой нашей страны это вообще ничто, это ноль, да? Но ведь, по большому счету, на этом участке от Подмосковья до Белгорода Каждый метр пропитан кровью, потом наших бойцов Дальше путь участников автопробега лежал на северной фаз Курской дуги Тепловские высоты. Здесь в июле 43-го велись жесточайшие бои Фашисты любой ценой стремились захватить стратегическую высоту Откуда им открывалась прямая дорога на Курск и Москву Ее оборону героически держала 70-я армия НКВД За неделю боев она потеряла две трети личного состава убитыми и ранеными На месте, где находился штаб армии, установлен мемориальный комплекс «Ангел мира» Меня ошеломило то, что здесь вот возведен памятник 70-й армии Я участвовал в Академии имени Фрунзе в свое время Писал курсовую работу по 70-й армии И вот Владимир Васильевич сегодня очень здорово рассказал Об этой высоте, где находился командный пункт 70-й армии 140-й дивизии, которая полегла вот на этом рубеже И, знаете, тронуло не только сердце, но и ум, и сознание Что вот так вот на ровном месте создать вот такой рукотворный памятник И просто низкий поклон и Владимиру Васильевичу, и тем, кто участвовал в строительстве этого памятника Памятник открыли 7 мая 2015 года, к 70-летию победы в Великой Отечественной войне Вершину обелиска венчает 8-митровая скульптура ангела, который держит венок и выпускает голубя Памятник обращен на Запад, как призыв россиян остановить новый фашизм Построен он на частные пожертвования, но значительную материальную и организационную поддержку В строительстве всего мемориального комплекса оказала компания «Металл Инвест» Высоту 269, вы же знаете, что это тоже, в том числе и нашего труда и нашей заботы Памятник обелис, в который мы вложили свои силы И куда мы всегда с удовольствием приезжаем почтить память наших павших воинов Из Курской области автопробег направился в Белгородскую, где офицеры Росгвардии посетили Одно из величайших бранных полей России, Прохоровская По их словам, без того, чтобы отдать дань памяти советским воинам Погибшим в крупнейшем в истории человечества танковом сражении Их акция памяти была бы неполной Субтитры создавал DimaTorzok